А вы в курсе, что в этом году поддержка агропромышленного комплекса Краснодарского края увеличится на 1 миллиард рублей? Это в том числе позволит возобновить субсидии по агрострахованию. На реализацию мер государственной поддержки региону выделено более 8,5 миллиардов. Перечень видов господдержки в этом году не сокращается. Остается прежним и объем финансирования каждой под программы. Здравствуйте! Вы смотрите программу «В курсе». С вами я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех жителей региона. И сегодня мы поговорим о развитии в Краснодарском крае сельского хозяйства. Я еще раз подчеркну, что в 2019 году господдержка агропромышленного комплекса составит порядка 8,5 миллиардов рублей. Финансирование утверждено по мероприятиям пяти под программ. Это развитие отраслей АПК, сельских территорий, миллиарации сельхозземель, развитие рыбохозяйственного комплекса, стимулирование инвестиционной деятельности в АПК. Также в этом году работает новая программа субсидирования в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Надо отметить, что в экспорте продукции агропромышленного комплекса Кубани сегодня заинтересованы многие страны. Так, например, Китай готов закупать на Кубани зерновые культуры, муку, мясо-птицы, колбасную и молочную продукцию. Наш регион уже поставляет в КНР молочные консервы и мороженое и готов расширять список. В него может войти также вино и виноматериалы. Кстати, несколько винодельческих предприятий Кубани уже начали экспорт вина в Бельгию. Вообще, география экспорта кубанских вин ежегодно прирастает новыми странами. В списке их уже 14. 10 тысяч бутылок кубанского вина и шампанского отправятся и в Германию. Перспективные направления сотрудничества Краснодарского края и этой европейской страны обсудили на встрече глава региона и полномочный посол Федеративной Республики в России. За прошлый год товарооборот Кубани с Германии превысил 300 миллионов долларов. Особое внимание в отношениях уделяется экспортному потенциалу. Сейчас на немецкий рынок готовятся поставки кубанского вина. Планируем уже осуществлять поставки вина, которое произведено в Краснодарском крае. Это российское вино на немецкий рынок. И, конечно, здесь мы максимально сегодня стараемся ускорить этот процесс. И, безусловно, я считаю, что требования Германии к тому, чтобы вино было качественное, абсолютно нами принимается. Это потому, что мы тоже хотим, чтобы вино, которое поставляется на российский рынок сегодня, из других стран тоже было качественным. Мы максимально согласны с теми требованиями, которые проявляет немецкая сторона к российскому вину. Но, тем не менее, если вдруг будут определенные у нас какие-либо проволочки, связанные с бюрократическими механизмами, Я прошу господина посла помочь нам, чтобы мы все-таки избежали этих бюрократических каких-то либо казуистики и смогли, на самом деле, поставлять качественное кубанское вино, российское вино на немецкий рынок. Что касается экспорта винодельческой продукции, это, безусловно, очень интересная тема. И в Германии она притянет к себе большое внимание, потому что у нас очень высокий уровень потребления вина. И, конечно, люди, ценители этого напитка, заинтересованы в том, чтобы потреблять качественную продукцию не только немецкое вино, но и из других стран. Убедиться в качестве кубанского вина посол Германии в России Рюдегер фон Фрич смог лично, посетив несколько краевых виноделин. И я отмечу, что почти половина всего объема винограда в России собирается именно в Краснодарском крае. Таких результатов удалось достичь, в том числе, благодаря ежегодному увеличению площадей под закладку новых виноградников. Сейчас это свыше 20 тысяч гектаров. Ну а в целом, власти Краснодарского края планируют к 2024 году увеличить объемы экспорта сельхозпродукции почти до 4 миллиардов долларов за счет реализации стратегии развития региона. Вчера мы говорили об импортозамещении сельхозпродукции, то сегодня мы говорим об экспортной ориентированности. И поверьте, это очень серьезный шаг вперед. Мы научились сегодня собирать большие урожаи, мы научились их хранить, мы научились их упаковывать, мы их научились продавать. И сегодня мы зашли на полки магазинов внутри страны. Я уверен, мы с этих полок, во-первых, уже никогда не сойдем к кубанской продукции, но достаточно выйдем на экспорт. Мы уже выходим, и кубанское вино сегодня продается и в Германии, и в Австрии, я уверен, будет в других странах мира. Ну а сочинские сельхозпроизводители планируют экспортировать чай. Проект поставок уже поддержал российский экспортный центр. Сейчас в планах одной из сочинских чайных фабрик проведение переговоров с торговыми сетями Сербии, которые выразили заинтересованность в продукте. Краснодарский край является единственным регионом России, где чай выращивается в промышленных масштабах. В прошлом году на плантациях Сочи было собрано 508 тонн чайного листа. С 2017 года чаеводом края оказывается господдержка из регионального бюджета. В этом году она составит более 26,5 миллионов рублей, как и в прошлом году. Кстати, до конца нынешнего года стандарт краснодарский чай утвердят на федеральном уровне. Все производители, использующие этот бренд, будут обязаны маркировать продукцию по новому стандарту. Под каждый сорт напитка определен обязательный процент чайного листа, выращенного на Кубани. Подписано соглашение по использованию советских стандартов в купажной смеси краснодарский чай. А именно, 100% чайного листа, выращенного на территории Краснодарского края, теперь будет называться краснодарский чай «Букет». 75% краснодарского чая будет называться «Экстра». 60% краснодарского чая будет называться «Высший сорт». И 40% краснодарский чай будет называться «Первый сорт». Это бренд сегодня в Кубани – краснодарский чай. Но реально на рынке им сложно. Потому что, как только бренд опять вернулся, на свою высоту его тоже начали подделывать. И достаточно активно подделывать. И поэтому те производители чая, которые сегодня наши производители чая в Сочи, и они тоже сегодня бьют тревогу о том, что не вложились в раскрутку бренда, а точнее в его возвращение на рынок. И тут же появляется подделка. Ну, коллеги, во-первых, это и нечестно, неправильно, но и так не должно быть. Давайте краснодарский чай защитим. Здесь впереди еще огромная работа, как сегодня на самом деле убрать у этих всех фальшиво-производителей и дать возможность настоящим сочинским чая-производителям выращивать свой чай, упаковывать и продавать. Добросовестная конкуренция должна быть. В ближайшее время планируется зарегистрировать еще два бренда – «Краснодарская клубника» и «Кубанский ранний картофель». Ну, а местные яблоки уже получили сертификат в Роспотенции. Теперь кубанскими могут называться только те яблоки, которые вырастили именно в Краснодарском крае. Кстати, по статистике, не менее половины всех яблок в России сегодня выращивают здесь, в нашем регионе. Кубань – это житница России, и от края ожидают высоких показателей. В прошлом году в регионе собрали рекордный урожай зерновых – почти 10,5 миллионов тонн. Это свыше 11% в общероссийском объеме. Важные вопросы, севооборот и сельхозстрахование стали основными темами совещания, которое с аграриями на старте весенних полевых работ провел Вениамин Кондратьев. В регионе принят закон о севообороте, направленный на сохранение плодородия почвы, которым регулируется количество многолетних бобовых культур. Они должны занимать не менее 10% в севообороте любого хозяйства. Закон начал действовать с января прошлого года. Сегодня закон успешно работает в крае. В прошлом году доля многолетних бобовых культур превысила 13%. Но в 15 муниципалитетах требования не выполняются, из-за чего показатели не превышают и 8%. Хозяйства, которые соблюдают правильный севооборот, обречены на высокий урожай и зерно хорошего качества, когда другие просто ищут отговорки. Вениамин Кондратьев принимает довольно радикальное решение. Реальный инструмент – это субсидии. И он в руках у вас, Андрей Николаевич, субсидии. Поэтому государство, создав институт господдержки в виде субсидий, оно стимулирует в первую очередь развитие агропромышленного комплекса. Развитие. И, конечно, вправе, если оно субсидирует, поддерживает развитие, потребовать и создать приоритеты в развитии. Мы сегодня все вместе пришли к тому, что без севооборота дальше никак. Мы убиваем землю. Если сегодня этого нет, то и субсидий должно не быть. Потому что такие горе-собственники не нужны. Они никогда не добьются никаких урожаев. Не то, что рекордных, просто нормальных урожаев не добьются. Не соблюдают, не хотят. Не нужно ничего просить. Еще раз подчеркиваю. Не нужно просить. А дайте тем, кто соблюдает и хочет. Вот и все. В силу уступили изменения федеральной закона господдержки в сфере сельхозстрахования. Если раньше страховым случаем считалась утрата минимум пятой части всего урожая, то теперь будут возмещать все убытки, даже небольшие. Из федерального и краевого бюджетов на агрострахование выделят 340 миллионов рублей. В этом году кубанские аграрии заручились и поддержкой теплой погоды. На поле они вышли одними из первых в стране в начале февраля. Теперь землю подкармливают удобрениями. Доктор сельскохозяйственных наук и академик РАН Людмила Беспалова уже успела объехать некоторые районы края и изучить состояние посеев фазимых культур. В целом специалисты остались довольны. Мы промониторили, можно сказать, большую часть районов нашего края. И вот большинство, на большинстве полях испытывали просто наслаждение, просто счастье от состояния этих полей. Конечно, техника, прямолинейность, расстановка растений по площади питания, это низкая конкуренция в посеве. Это основа того, что мы получим большое количество продуктивных стеблей на квадратном метре, если будем правильно работать. Стратегическая задача для краевых властей сегодня – это переход на собственные семена. Самой импортозависимой культурой по-прежнему остается сахарная свекла. 99% сейчас закупают за рубежом. Мениамин Кондратьев отметил, пока этот вопрос не будет решен, край не сможет полностью обеспечить продовольственную безопасность страны. По мнению губернатора, отечественное семеноводство нуждается в поддержке. Для этого край готов ввести новый вид выплат. В Краснодарском крае всего высевается, или в прошлом году высевалось сахарной свеклы, всего лишь 1% нашими отечественными семенами. Основным фирмам-поставщикам семян свеклы были сделаны предложения, но ни одна не захотела заниматься генетикой и селекцией. Они не хотят давать нам перспективы для развития, и мы сделали упор на развитие нашей кубанской селекции. Мы тоже за то, чтобы семена у нас были отечественной селекцией. И вот, к сожалению, свекла у нас и сирота, по большому счету. Но я вот думаю, Сергей Викторович, у вас есть все шансы стать отцом семян свеклы нашей. И знаете, чтобы вас поддержать, по большому счету, давайте мы с Владимиром Николаевичем сейчас обсудили, мы субсидируем 70% затрат, возврат для сельхозпроизводителей, которые будут сеять семена свеклы отечественной селекции. Кубанская не можем, а отечественная 100%. Хороший и качественный урожай нужно убирать современной техникой, которая позволяет работать практически без потерь. Парк сельхозмашин край обновляется регулярно. Ежегодно в поля выходит свыше 500 единиц комбайнов, тракторов и культиваторов. На совещание аграриям предложили эффективный инструмент обновления техники, который уже больше 30 лет. Программа, с помощью которой ее можно поменять на выгодных условиях. Мы совершенствуем свои процессы, оптимизируем количество документов, для того, чтобы упростить процедуру подачи заявок и упростить процедуру взаимодействия с клиентами. Мы все это делаем, мы совершенствуемся для того, чтобы сельхозпроизводители обращались к нам и решали максимально эффективно задачу переоснащения парка сельскохозяйственной техники. Любая программа, она чем хороша? У нее есть финансовое обеспечение. Если есть финансовое обеспечение, конечно, возможно, в том числе и в лизинг давать на таких условиях. Но поверьте мне, любая программа имеет и финансовые ограничения, в том числе и она, дай бог, чтобы работала год, два, три, пять, десять лет. Поэтому эта фраза, кто первый встал в такой этапе, должна быть для нас такой стартовой. То есть, на самом деле, успеть попасть в программу и взять технику на выгодных, а она явно на выгодных для сельхозпроизводителей условиях. Сегодня именно тот момент. Прозевать и пропустить его ни в коем случае нельзя. Все озвученные на встрече предложения в конечном счете должны привести к росту производства в сельхозотрасли, а значит и к увеличению экспорта. Ну и в продолжении темы сельхозтехники, которая играет не последнюю роль в рекордных урожаях кубанского зерна. Кубань с современным заводом КЛААС внесла немалую лепту в становление сельхозмашиностроения в России. Количество отечественной техники на полях выросло практически в два раза, но чем современнее техника, тем выше урожаи и ниже потери. Сейчас предлагаю посмотреть сюжет о работе завода КЛААС в Краснодаре, который посетил премьер-министр России Дмитрий Медведев. 47 тысяч квадратных метров производственных площадей. По масштабам это примерно 6 футбольных полей. По сути, в Краснодаре расположился мини-город по выпуску сельскохозяйственной техники. Даже сотрудники по заводу КЛААС передвигаются на велосипедах. За 15 лет работы предприятия выпущено 11 тысяч комбайнов, тракторов и жаток. Сегодня кубанское производство сельхозтехники показали Дмитрию Медведеву. Сопровождал премьер-министра губернатор края Вениамин Кондратьев. Во время экскурсии показали сразу три цеха – окраски, металлообработки и сборки. То, как развился ваше производство, конечно, впечатляет. Потому что когда я был здесь, в 2006-м это было, да? В 2007-м. В 2007-м году. Все еще такое было маленькое, такое компактное. Отверточная сборка. Да-да-да, естественно, была отверточная сборка. Но все равно это было для нас очень важным тогда решением. С этого начинается. Очень рады, что это тогда состоялось. Но самое главное, что это превратилось. Мы сами не ожидали, что в такой короткий срок мы вырастим до таких размеров. Объективности ради надо признать, что все равно рост рынка все-таки связан с увеличением сельхозпроизводства. А сельхозпроизводство увеличилось именно потому, что мы перестали покупать продукцию. Чем современнее техника, тем выше урожай. К примеру, если несколько лет назад нормальными буреборки зерна были потери в полтора процента, то на новых комбайнах этот показатель составляет около 0,3 процента. В переоснащении парка сельхозтехники кубанским аграриям помогает и государственная программа по субсидированию производителей этих самых машин. Как это работает? Из бюджета заводам компенсируют часть затрат на выпуск техники, что в свою очередь снижает ее ценник уже для фермеров и агрохолдингов. Вениамин Кондратьев попросил председателя правительства увеличить объемы финансирования этой программы. Важно здесь отметить о востребованности в регионе программы субсидирования 1432, по которым в прошлом году производителям техники компенсировали до 25 процентов стоимости затрат. Программа субсидирования выгодна не только производителям сельхозтехники, но и, конечно, в целом агропромышленному комплексу. Поэтому, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы эта программа и дальше работала. Помимо прочего, если это возможно, то есть увеличить ее с 8 миллиардов до 15. Потому что, если ее сегодня, не дай бог, сократить или, допустим, в тех же масштабах по финансированию сохранять, то мы рискуем тем, что модернизация сегодня сельхозтехники парка, которая сегодня очень активно, по крайней мере, на Кубани двигается, она, конечно, приостановится. Мы понимаем, что мы можем выйти за рамки 8 миллиардов, о которых было сказано. И я могу вам прямо сказать, что правительство готово будет рассмотреть вопрос увеличения финансирования по таким программам субсидирования. Мы готовы будем это сделать. Просто, чтобы все от меня это услышали, представители именно производящих компаний, в каком объеме, давайте мы в рабочем порядке с вами это обсудим и определимся, как и в каких цифрах это необходимо будет осуществить. Сегодня в регионе работает около 30 предприятий, выпускающих сельхозмашины. За прошлый год на них произвели больше 3000 единиц техники. При этом развивается и экспортное направление. В прошлом году выручка края от продаж за рубеж составила более 1 миллиарда рублей. Для нас это первые шаги, но уже достаточно ощутимые. Благодаря федеральным программам крупные, средние и малые хозяйства могут иметь возможность постоянно обновлять свой парк сельхозтехники. И я здесь могу сказать, что в прошлом году на обновление сельхозтехники нашими агропромышленными компаниями была выделена сумма около 5,5 миллиардов рублей. Это принципиально нас радует, потому что, в первую очередь, это урожайность, это сохранение урожайности, это высокая культура сельского хозяйства. Конечно, что само по себе говорит о том, что мы сможем и в дальнейшем собирать рекордный урожай. В ближайшие 5 лет на поддержку экспорта в стране из федерального бюджета направят 340 миллиардов рублей. Конечно, нельзя забывать и о том, кто непосредственно будет делать сельскохозяйственные машины. Современные технологии требуют современных знаний. Дмитрий Медведев и Вениамин Кондратьев встретились с молодыми специалистами и поговорили с ними о перспективах отрасли. Учащиеся Тихорецкого машиностроительного колледжа рассказали о необходимости дуального обучения, когда практические навыки студенты получают непосредственно на заводе. Глава Кабмина согласился, что за такой системой будущее и пожелал молодым людям успехов. Тем более, что рынок открыт для их навыков. У нас сейчас сельское хозяйство, и здесь присутствующий губернатор, который этим занимается, не даст мне что-то сказать не то, развивается ударными темпами. Вы знаете, какие урожаи, например, собирают на Кубани. Понятно, Кубани – это наша житница, это крупнейший аграрный регион, но очень хорошие урожаи собираются по всей стране. Это что значит? Это означает, что рынок для вашей техники, он растет, он не уменьшается. Современные машины не только позволяют собирать больше урожая, но и снижают издержки на ремонт техники, что, соответственно, снижает себестоимость конечного продукта. А это уже новый этап в аграрной политике Кубани, когда собрать надо не только много, но и выгодно. Второе дыхание в крае получила и отрасль животноводства. Регион поднялся на третье место в стране по производству молока. 2018-й стал годом возрождения свиноводства. В отрасли приходят инвестиции, строятся фермы, растет поголовье. Серьезные результаты достигнуты и в птицеводстве. Кубань занимает четвертое место в России по производству яиц, и пятое – по мясу. Ну а в этом году впервые в регионе отметили День животноводства – 16 февраля. Торжественную дату утвердили только в прошлом году, но уже сейчас чествовали почти 80 человек. Среди них и простые доярки, и зоотехники. Белая, золотая, красавица. С коровами, как с людьми. По-другому не получится, уверена Светлана Харыбина. На ферме в Новокубанском районе девушка работает всего три года, но уже стала лучшим оператором машинного доения в Краснодарском крае. Так на современный лад звучит профессия доярки. Причем в недавнем прошлом Светлана даже не была близка к животноводству. С Бурятии приехали, позвали на ферму. Я бухгалтером там работала. А там у бабушки были где коровы. Особое количество коров не видела. Мы учили, помогли. Рекордные показатели доярок, зоотехников, заведующих фермами в аграрном крае. Не просто статистика, а личный вклад в экономику региона. На Кубани впервые отметили День животноводов края. Передовики производства приехали в Краснодар чуть ли не из всех районов. К вниманию телекамер простые работяги явно не привыкли. Но этот праздник именно в их честь. Честь мне нравится, конечно, как-то неудобно. Деревницкий парень. Вырос в деревне, в станице. Поэтому, можно сказать, всю жизнь в станице проработал. В животноводстве после 10 класса. Торжественную дату Дня животноводов утвердили в прошлом году в законодательном собрании. Идею праздника предложил губернатор региона. Данная отрасль сельского хозяйства без преувеличения стратегическая для Краснодарского края. Обратился к аграриям Вениамин Кондратьев. Животноводство разное пережило и в стране, и в нашем крае. От откровенного упадка, разорения до сегодняшнего первого шага с надеждой, что животноводству на Кубани быть. Иллюзаты сегодня уже есть. Мы сегодня занимаем третье место в России по молоку. Пошли инвестиции в осьвиноводство. Стали строиться новые фермы, расти поголовье. Птицеводы тоже не отстают. По итогам прошлого года мы заняли четвертое место в России по количеству яиц. И пятое по птице. Эти результаты последних двух-трех лет. И знаете, они в первую очередь получились, потому что есть вы. Конечно, сегодня государственная поддержка очень важна, чтобы мы на самом деле сохранили, развили и в дальнейшем были уверены в животноводстве нашего края. Полтора миллиарда рублей – это была господдержка прошлого года. Я уверен, в этом году она будет не меньше. И, конечно, мы ее будем наращивать. Безусловно. Мы будем субсидировать и личные подсобные хозяйства, и семейные фермы. Потому что и личные подсобные хозяйства, и семейные фермы вносят серьезный вклад в экономику своих территорий. Законодательное собрание и органы власти Кубани на особым контроле держат развитие агропромышленного комплекса. И особенно развитие животноводства. Это новая точка роста. А развитие возможно, когда есть государственная поддержка. Именно поэтому в марте прошлого года законодательное собрание во взаимодействии с администрацией края был подготовлен и принят краевой закон о развитии животноводства. Животноводство на Кубани сегодня – это 10 направлений. От разведения крупного рогатого скота и птицы до коневодства и даже выращивания соболей. По результатам 2018 года отрасль продемонстрировала рост более чем на 2,5% по объему производства. Конечно, задачи сегодня стоят амбициозные. В рамках стратегии развития 2030 Краснодарского края мы должны увеличить объем производства молока до 2,3 миллиона тонн производства мяса птицы до 800 тысяч тонн. Набирают обороты в крае развитие молочного скотоводства в фермерских хозяйствах. В прошлом году такими предприятиями было получено 114 тысяч тонн молока. В отрасль внедряются новые технологии, появляются современные фермы. Строительство в этом году запланировали не только доильного зала, двух корпусов. До этого мы построили новые корпуса по 200 голов, туда вмещается крупного рогатого скота. Конечно, основной вклад животноводов Кубани в агропромышленный комплекс – это производство мяса. Ежегодно в живом весе его получают больше полумиллиона тонн. Но несмотря на спрос на рынке, данное направление сельского хозяйства не самое популярное у фермеров. Живность постоянно требует к себе внимания, без праздников и выходных. А рентабельность в этом виде бизнеса не такая высокая, как в конкурентных отраслях. Почему мы так бьемся за животноводство? Потому что у агропромышленного комплекса две важные составляющие, две важные отрасли – это растеневодство и животноводство. Сегодня растеневодство у нас на высочайшем уровне, а вот животноводства пока нет. И если мы сегодня бросим животноводство как нерентабельную отрасль, то агропромышленная наша жизнь, агропромышленный комплекс будет стоять на одной ноге. А нам нужно, чтобы агропромышленный комплекс Кубани уверенно стоял на двух ногах. Значит, должно быть и растеневодство, и животноводство. А если будет агропромышленный комплекс стоять на двух ногах, значит и мы будем уверенно стоять на своей земле, прочно, и будем уверены в завтрашнем дне. Уверенно стоять сельскому хозяйству Кубани на ногах помогают именно эти люди – животноводы, зоотехники, доярки, руководители ферм. Почти 80 человек получили награды из рук губернатора. Кто-то удостоен медали и памятных грамот, кому-то присвоено почетное звание заслуженного работника сельского хозяйства. В их честь концерт, конечно, с кубанскими песнями, в которых поется о любви к своей земле. Для собравшихся в зале это не просто слова, это традиции, с которыми живут на селе. Что такое Кубань? Кубань – это мы. Кубань – это наши семьи, это наш народ, это наша земля. Кубани – это Россия. Это великое прошлое, настоящее и великое будущее. На Кубани всегда было принято держать живность, как у нас на станице говорили. Это был образ жизни наших предков. И вот сегодня, когда вы сохраняете животноводство, невзирая на разную экономику, вы в первую очередь сохраняете традиции жизни нашей земли, традиции. За это вам, друзья, зимой поклон. На праздники наградили чемпионов краевого конкурса профессионального мастерства в животноводстве и рыбохозяйственном комплексе. За рекордные показатели победителям вручили ключи от автомобилей. Я добавлю, что предприятиям рыбоперерабатывающей отрасли края в этом году были впервые выделены субсидии. Сегодня Кубань уверенно лидирует в Южном федеральном округе в отрасли товарного рыболовства. Регион выращивает треть всей товарной рыбы юга страны. А еще в Краснодарском крае в два раза выросло производство устриц и мидий. Их выращивают семь крупных предприятий в Анапе, Геленджике, Туапсе и Сочи. Но это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Я еще раз напомню, что на поддержку агропромышленного комплекса Кубани в этом году выделено более 8,5 миллиардов рублей. Таких мер поддержки нет ни в одном субъекте страны. И на этом я с вами прощаюсь. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми живет наш регион. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!